В России тропическое лето. Ливни с грозами, штормовыми ветрами и жарой в десятках областей. В Забайкале вторая волна паводка. Мощный циклон из Монголии принёс очередные проливные дожди. Вновь подтоплены сотни домов, разрушены мосты, под воду ушли дороги. Похожая ситуация и в соседней Амурской области. В Благовещенске введён режим чрезвычайной ситуации. А в Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков. Как проявляет себя в экваторе лета циклоническая депрессия? Репортаж Елены Ерофеевой. Плывём. Ротуар, не, не слышал. На Чёрном море сегодня море дождевой воды. Новороссийск затопило. По центральным улицам медленно плывут автомобили. Отважные горожане переходят дорогу в Брок. Да куда ж ты, тётка, идёшь? Мадам. Читинских дам джентльмены переносят на руках. Здесь тоже воды пешеходам по колено. Пареньки, пареньки, читинские мужики. Из-за мощных июльских ливней в Изабайкальском крае новая волнопаводка. Здесь дожди идут почти каждый день в течение месяца. 13 мостов разрушены. Из-за шквалистого ветра жители пяти районов остались без света. Вот оно, самое опасное место. Когда реки вышли из берегов, подтопленными оказались 23 посёлка. Всё это время спасатели расчищали дороги, укрепляли защитные дамбы, лопатами рыли отводные каналы. Сейчас ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. В Амурской области тоже борются с последствиями стихии. Гребень Паводка смещается в сторону Благовещенска. Амур атакует. Паводковая вода в пограничной реке в районе областного центра повышается на 20-25 сантиметров в сутки. Прогноз у нас идёт Тынга, Сковородино, Селемжа, Мазания, Свободный, Шимоноск. Очень сильные дожди. Идёт до 50 миллиметров. Мы должны готовиться к наихудшему варианту. Плавает центральное Чернодемье. Москва превратилась в субтропики, когда тепло и влажно. Как говорят синоптики, у нынешнего лета циклоническая депрессия. И убирать зонты на полку пока рано. Елена Ерофеева, Пётр Панкратов, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok